Мы присоединяемся к обсуждению мнения, что якобы надо больше рожать детей, чтобы не жалко было их отдавать в армию, которое высказал батюшка, настоятель храма, великомученицы Варвары при штабе ракетных войск стратегического назначения. Брата Ирей Михаил Васильев на православном телеканале «Спас» в ответ на сюжет, где мама не хочет отпускать сына в армию. Вопрос про мобилизацию. Спросил, как относиться к молодым людям, которые сейчас уезжают в ближнее зарубежье, опасаясь прихода повестки. Интересен ход мысли священника. Логично было бы предположить, что священник вспомнит что-то про Иисуса Христа или процитирует из Библии что-то про военные действия. А в Библии есть не только про военные действия и про то, что после Второй мировой войны называют военные преступления, но и даже есть причины, по которым в библейские времена предоставлялась отсрочка и даже освобождение от военной службы ради интереса. Найдите их и напишите в комментариях. Но священник сразу начинает говорить про аборты. Ну как относиться к женщине? Которая вместо того, чтобы родить, зачав ребеночка, его убила. И русской православной церкви это так характерно, что создается впечатление, что для того, чтобы быть православным в России, можешь не верить во Христа, но быть пролайфером обязан. Именно в ответ на это противоабортобесие мы создали наш проект «Абортажная атака», где мы, будучи православными христианами, высказываем сами и позволяем другим высказывать альтернативные мнения, альтернативные тому, что говорят в русской православной церкви, мнения на тему абортов. «Правайф» переводится как «за жизнь». Это международное движение по запрету абортов. Очень похоже на религиозную секту с главными догматами. Аборт – это убийство и запретить аборты любой ценой. Потом священник пытается как-то провести аналогию между нежеланием женщины рожать детей и нежеланием мужчины служить в армии и говорить про какую-то немощь. «Значит, ты косишь по своей немощи». Принципиально важно, что тема «Убийство – это плохо?» сразу забывается. Хотя логичнее было бы предположить мотивацию того, кто не хочет идти в армию. «Я за жизнь, я не хочу убивать, и я не хочу, чтобы меня убили». То есть, по логике батюшки, убивать недоразвитых зародышей абортами нельзя. Но убивать живых людей войной можно и нужно. Логичнее было бы предположить, что борцы за жизнь, которые даже в недоношенном эмбрионе видят живое существо, должны быть и против военной службы. То есть, должны быть пацифистами. А желательно еще и веганами, потому что живой поросенок не только более живой, но и более няшный, чем человеческий эмбрион. Далее ведущая высказывает позицию матери, которая готова отдать все, что у нее есть, чтобы ее сын не попал в армию. Потому что она говорит, это все, что у меня есть. Я готова отдать все, лишь бы мой ребенок был там, вдали от этой непонятной для меня ситуации. Вот только у меня предположение, что если бы у нее не один, а десять детей, и она их сильно любит, то она бы про каждого сказала бы то же самое. А если она своих детей ненавидит, то она сама бы их сдала хоть в военкомат, хоть в полицию, типа, заберите их от меня куда-нибудь. Ну а затем священник начинает говорить какие-то антинаучные глупости про многодетность. Неофициально это называется многодетобесие, как разновидность мракобесия. Мракобесие, оно же абскурантизм, это официальный термин, означающий агрессивное неприятие науки и образования. Это очень распространенная практика в русской православной церкви, которую очень любил ныне покойный священник Дмитрий Смирнов, наш любимый. Помнится мне еще более 20 лет назад, когда у меня еще не было богословского образования, я видел, как священник Дмитрий брал в пример какую-нибудь женщину, у которой один ребенок или нет детей, и начинал, ставя ее в пример, вещать про то, как плохо аборты и контрацепция, и как, соответственно, хорошо многодетность. Правда, бывали конфузы. Помнится мне, прицепился как-то батюшка к одной бездетной даме, закатил проповедь на полчаса про аборты и контрацепцию, а когда позволил даме вставить слово, то дама и ответила, что у нее в юности еще матку вырезали по причине онкологии. Она бы рада родить, да рожать-то нечем. А священник даже не смутился, не извинился. Он противоабортный скрипт, как отработал на публику, и ему пофиг. Ну, а мы объясним, почему то, что священник сказал про многодетность, это глупости. У каждой дамы от природы Господь в большинстве случаев попустил родить множество деток. Проще всего прочитать биографии известных людей древности. А там часто будет встречаться что-то вроде. Первая жена родила троих, но все померли во младенчестве. Потом сама жена умерла, рожая четвертого, который тоже не выжил. Женился второй раз, жена родила пятерых. Трое умерли во младенчестве, один в отрочестве, и только один выжил. То есть много рожать это еще не означает, что будет много детей. А сейчас, благодаря современной медицине, мало рожают, но зато почти все дети выживают. Отказалась от, соответственно, искусственных средств прерывания беременности? Отсутствие детей, как правило, не из-за искусственного прерывания беременности, и даже не из-за контрацепции. А, например, из-за банального отсутствия мужика. Женщина родила первого ребенка и развелась с мужем, или вообще родила ребенка вне браки, от сожителя. А еще бывают чисто медицинские проблемы бесплодия. То, очевидно, ребеночек у нее будет не один, а больше, в большинстве случаев. Опять ложное умозаключение, что если женщина не будет предохраняться, то она будет много рожать. Да у нее первый и единственный ребенок, самое надежное противозачаточное средство. Она родила первого, развелась, стала РСП, то есть разведенка с прицепом. И личную жизнь потом просто не может обустроить, как минимум несколько лет. А потом у нее уже возраст проблемный и много женских болезней. А значит, ей не так больно и страшно будет, соответственно, с ним расставаться. Собственно, речь этого священника стала скандальной, потому что к привычной всем теме аборт-оборчества и многодетобесия добавилась очередная глупость и гадость, по-другому не скажешь, что если много детей, то их не жалко отдавать. Если она своих детей любит, то ей так же жалко и многих детей, как и одного. Но если она не любит своих детей, то ей и одного не жалко, потому что не жалко не когда много, а когда не любишь. Вероятно, при словах батюшки у большинства людей сразу возникает ассоциация с неблагополучными многодетными семьями, которые живут в трущобах, которых никто не учит, которых никто не лечит и не воспитывает, и на которых всем пофиг, даже собственным родителям. А мне пофиг. И такие семьи считаются социальной болезнью общества, то есть с этим надо бороться. А батюшка это привел как пример для подражания. А самое главное, что дети из многодетных семей, в которых детей не жалко, не годятся для армии. Во-первых, у них, как правило, плохое здоровье, из-за плохого питания и плохого лечения. А те, которые здоровые и сильные, рано занимаются криминалом, и ко времени, когда их надо призывать в армию, они уже или в тюрьме, или их убили, или их покалечили в криминальных разборках. Например, есть государство Афганистан, есть государство Мексика, где много таких многодетных семей, в которых детей не жалко. Но правительству как-то не получается их мобилизовать, из них создать мощную и сильную армию, потому что они уже мобилизованы в разные вооруженные криминальные формирования, которые не подчиняются правительству страны. А чтобы не жалко было детей отдавать в армию, лучше всего, чтобы дети были чужие. Постройте ферму клонов и выращивайте идеальных солдат, а гражданских людей оставьте. Да не обязательно ферму клонов, просто надо создать специальные военно-патриотические интернаты для детишек, которые там могут обучаться, которые годны по состоянию здоровья, которых там будут готовить к военной службе, а особо талантливых будут готовить к поступлению в разные военные училища, как это было во времена ныне покойного СССР. Но на это надо время. Ну а на больше рожать, которое предложил батюшка, тоже надо время. Любые дети растут долго. А если надо быстро и срочно, то самый лучший вариант, известный из древних времен, нанимать наемников и платить им деньги. На этом все. Подписывайтесь на нас, пишите в комментариях все, что вы думаете по поводу того, что мы вам сейчас рассказали. Сказали.